По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире гриппом болеет каждый пятый ребенок. Этот вирус передается воздушно-капельным путем и отличается высокой степенью заражаемостью. Грипп может являться причиной очень серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. Чтобы такого не произошло с ребенком, необходимо вакцинироваться. Деткам вакцинация вообще в принципе нужна. Особенно обратить внимание на вакцинацию деток с хроническими заболеваниями, особенно дыхательной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Противопоказаний к вакцинации практически нет. Это либо выраженная аллергическая реакция на введение предыдущих вакцин, какие-то хронические заболевания в стадии обострения и острые заболевания по типу ОРВИ. Основные симптомы гриппа у малышей – вялость, отказ от еды, тошнота, рвота на пике лихорадки, нарушение сна. У детей постарше появляется головокружение, спазм сосудов, тахикардия. Ко всему прочему добавляется насморк, кашель, температура. Отличить грипп от простуды очень сложно, но чтобы предостеречь своего ребенка от тяжелой болезни, лучше вовремя принять меры и записаться на вакцинацию. Потому что здоровье наших детей – это самое главное, я считаю, для родителей. Поэтому мы принимаем такое решение ежегодно. Ну, как, два года подряд. Мы делали прививку гриппа. Как бы я всем детям делаю, себе делаю, мне кажется, легче переносится. Даже если заболеешь, все равно легче, температура меньше, хотя бы не так сильно болеть. Привить малыша можно с шести месяцев. В детской поликлинике или учебном заведении приглашают всех ребят до 18 лет. В поликлинике Правобережье уже поступило свыше 20 тысяч доз вакцины. Светлана Карпухина, Бахтия Салтанов, Улправда ТВ.